Решение текстовых задач Найдите расстояние между точками А с координатой минус 4,7 и В с координатой минус 0,8 на координатной прямой. Итак, ребята, перейдем к решению. Для того, чтобы найти длину отрезка АВ, мы от координаты конца отрезка отнимаем координату начала отрезка. Итак, ребята, по условию задачи. Используя данную формулу, если мы поставим числа, мы получим числовое выражение. Длина отрезка АВ равна по модулю минус 0,8 минус минус 4,7. Итак, ребята, мы получаем минус 0,8 плюс 4,7 по модулю. Числа с разными знаками. Это значит, от большего модуля мы отнимаем меньший модуль и ставим знак большего модуля. Значит, от 4,7 мы отнимаем 0,8 и получаем 3,9 по модулю. И модуль любого числа есть число положительное. Значит, ответ у нас будет 3,9. Итак, ребята, это значит, что расстояние между точкой А и В равно 3,9 единичных отрезков. Задание второе. Найдите расстояние между точками А с координатой минус 2,8 и точкой В с координатой 3,7 на координатной прямой. Перейдем к решению. Также запишем формулу длины отрезка. Модуль АВ равен... От координаты конца отрезка мы отнимаем координаты начала отрезка. Подставим вместо В и А числа. Мы получим следующее числовое выражение. 3,7 минус минус 2,8 по модулю. Обратите внимание, ребят, у нас идут два знака минуса подряд. Значит, получаем следующее выражение. 3,7 плюс 2,8 по модулю. Равно это 6,5 по модулю и 6,5 по модулю у нас будет равно 6,5. Это означает, что расстояние между точкой А и В равно 6,5 единичных отрезков. Запишем ответ. Третье задание. Арман задумал число. К задуманному числу прибавил 23. Затем из полученной суммы отнял 14,5. И в результате получил число минус 76,2. Вопрос. Какое число задумал Арман? Ребята, перейдем к решению. За х мы обозначим задуманное число. Запишем следующее выражение по условию задачи. Нам сказано, что Арман к задуманному числу прибавил 23. Значит, мы запишем х плюс 23. Далее сказано, что от суммы полученной он вычитает 14,5. Значит, мы х плюс 23 возьмем в скобки. И в результате мы получим минус 76,2. Ребята, решим данное выражение. Получим, что х плюс 23 минус 14,5 равно минус 76,2. Мы убрали скобки. Далее нашли разницу. От 23 мы отняли 14,5. Получили в результате 8,5. Итак, у нас получается х плюс 8,5 равно минус 76,2. Найдем неизвестное слагаемое. Для того, чтобы найти неизвестное слагаемое, от значения суммы мы отнимаем известное слагаемое. У нас получается х равно минус 76,2 минус 8,5. Обратите внимание, числа с одинаковыми знаками. Значит, мы складываем их в модули и ставим знак минус. В результате получаем х, равное минус 84,7. Запишем ответ. Следующая задача. Асхат задумал число. Из задуманного числа отнял 60. Затем к полученной разности прибавил 6,7. И в результате получил число минус 20. Вопрос. Какое число задумал Асхат? Итак, ребята, перейдем к решению уравнения. За х мы возьмем задуманное число. По условию задачи составим следующее уравнение. Сказано, что от задуманного числа Асхат отнял 60. Запишем. Х минус 60. И известно, что к нему он прибавил к этой разности 6,7. И в результате он получил минус 20. Итак, уберем скобки. Мы получим х минус 60 плюс 6,7 равно минус 20. Найдем сумму. Обратите внимание, числа с разными знаками. Это означает, что от большего модуля мы отнимаем меньший модуль и ставим знак большего модуля. То есть от 60 мы отнимаем 6,7 и ставим знак минус. Получаем следующее выражение. х минус 53,3 равно минус 20. Итак, ребята, найдем неизвестное уменьшаемое. Для того, чтобы найти неизвестное уменьшаемое, мы к значению разности прибавим вычитаемое. Получим следующее выражение. х равно минус 20 плюс 53,3. Ребята, обратите внимание, здесь числа с разными знаками. Это значит, что от большего модуля мы отнимем меньший и поставим знак большего модуля. В данном случае мы от 53,3 отнимаем 20 и ставим знак плюс. Получаем, что х равно у нас 33,3. Запишем ответ. Ответ. Асхат задумал число 33,3. Задание пятое. На 12 гектар пашни было посеяно 21,6 центнера зерна. Вопрос к задаче таков. Сколько зерна потребуется, чтобы посеять 5 гектаров пашни? Перейдем к решению. Первое действие. 21,6 разделим на 12. Мы получим 1,8 центнера зерна потребуется на 1 гектар. Следующее. 1,8 мы умножим на 5. В результате получим 9 центнеров зерна потребуется на 5 гектар. Запишем ответ, что на 5 гектар нам всего потребуется 9 центнеров зерна. Задача шестая. На изготовление 300 тетрадей требуется 25,8 килограмм бумаги. Сколько бумаги нужно для изготовления 750 тетрадей? Перейдем к решению. Первое действие. Вначале мы 25,8 разделим на 300. В результате мы получим 0,86 килограмм потребуется на 1 тетрадь. Следующее действие. 0,86 мы умножаем на 750. В результате мы получаем 64,5 килограмм. Итак, 64,5 килограмм потребуется для изготовления 750 тетрадей. Запишем ответ. Задача седьмая. Собственная скорость лодки равна 7 километров в час. А скорость течения реки равна 2,5 километров в час. Лодка проплывает по течению за 2 часа. Вопрос. Найдите длину пути, пройденного лодкой. Перейдем к решению. Итак, ребята. Первое действие. 7 плюс 2,5. Мы получаем 9,5 километров в час. Это у нас скорость лодки по течению. Следующее действие. 9,5 мы умножаем на 2. В результате получаем 19 километров длина пути, пройденной лодки за 2 часа. Запишем ответ. Лодка за 2 часа пройдет 19 километров. Итак, ребята. Сегодня на уроке мы научились решать текстовые задачи с использованием действий рациональных чисел. Урок окончен. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова